Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Когда ты думаешь, что всё не может стать ещё хуже, всё становится хуже. Мы не просто увидели кровавую баню на рынках криптовалюты, мы увидели абсолютный обвал всего и вся. Даже золото и серебро рухнули. Не оказалось ни одного актива сейчас, который можно было бы назвать безопасной гаванью. В сегодняшнем видео у меня срочное, критическое сообщение для всех инвесторов, потому что многие из них, как я вижу, совершенно запутались и не знают, чего ожидать в будущем. Поэтому обязательно досмотри это видео до конца, это очень важно для тебя. И не забудь поставить лайк и написать комментарий. Это поможет мне вернуться в алгоритмы Ютуба после длительного перерыва. Большое спасибо за ваши комментарии вчера, я их почти все прочёл. Очень приятные комментарии, мне прямо душу грели. Давай на этом видео наберём хотя бы 5000 лайков, буду очень-очень благодарен. Итак, что же стоит за последними падениями рынка? Станет ли ситуация ещё хуже? Когда лучше всего начинать покупать? И какие возможности я вижу в ближайшем будущем? И самое главное, что ты должен сделать прямо сейчас, чтобы их не пропустить. Без лишних слов, сразу к ответам. Уолл-стрит ошеломлена стремительным обвалом рынка акций, который потерял 1,3 триллиона долларов капитализации. Такого краха тот же индекс Доу не видел с 2020 года. Кстати говоря, сам Доу потерял более 1000 пунктов за один день. Это безумие. Мы наблюдаем, как акции высокотехнологичных компаний сегодня торгуются, как какие-нибудь щиткоины. Биткоин тоже падал сегодня до 35,5 тысяч долларов. И даже золото и серебро тоже обвалились. Кризис ликвидности разгорелся на любом рынке любого актива. И кажется, сейчас нет никакой безопасной гавани, где можно было бы переждать эту бурю. Давай разберемся более детально, в чем же причина этого краха и существуют ли до сих пор риски продолжения падения. Подходящее ли сейчас время для того, чтобы покупать дно? Чтобы ответить на этот вопрос, давай внимательно посмотрим на следующий график. Это график доходности 10-летних казначейских облигаций Соединенных Штатов Америки. Как мы видим, доходность, наконец, взлетела выше 3% на момент записи этого видео. Вчера эта отметка достигала 3,1%. Некоторые инвесторы используют эту кривую доходности как индикатор грядущей рецессии. И я тоже, кстати говоря. Уже когда-то я говорил об этом, но напомню еще раз. Если это значение будет от 2,5% до 3%, я не буду волноваться, что будет огромное падение. Скорее всего, просто очередная коррекция. Но предупреждаю, если доходность 10-летних облигаций США вырастет более 3,5% или 4%, тогда это падение станет еще хуже. Почему же я так думаю? Потому что, например, в октябре 2018 года доходность этих облигаций превышала 3,5%. И что было с биткоином в октябре 2018 года? Он упал с 6 тысяч долларов до 3 тысяч долларов. Теперь я хочу поговорить о более глубоких причинах этого падения. Помнишь, пару месяцев назад я выкладывал видео, в котором говорил о том, что основным двигателем падения фондовых рынков, а заодно и криптовалютных, является обесценивание акций небольших компаний из списка S&P 500. Также я сказал тогда, что рынок по-настоящему обвалится, когда обесцениваться начнут компании-гиганты. Потому что именно они занимают больше всего места в индексах S&P 500, NASDAQ и так дальше. Примеры таких компаний это Apple, Amazon, Google, Tesla и так далее. И знаешь что? Мы начинаем видеть, как эти компании тоже падают. Учитывая то, что их доля в индексах S&P 500, NASDAQ и других наибольшая, это и приводит к массивным падениям рынков. Как написано в этой статье, акции крупнейших технологических компаний под давлением. В Facebook и Amazon падают на 6,8 и 7,6% соответственно. Microsoft упал на 4,4%. Salesforce на 7,1%. И наконец Apple упал на 5,6%. Итак, крупнейшие компании падают и тянут за собой индексы фондовых рынков. Криптовалюта и биткоин также на это реагируют, потому что коррелируют с фондовым рынком. Но почему крупнейшие компании так плохо себя чувствуют? А потому что на днях ФРС США подняла процентную ставку на 50 базисных пунктов. Так что теперь федеральная ставка составляет 0,75%. И снова многие инвесторы беспокоятся, что ФРС США вновь поднимет ставки еще на 0,75% на следующей встрече. Они говорят, что так не сделают, но можно ли им верить? Они говорили, что инфляция временная. Они уверяли, что даже не думают о повышении ставок до 2024. Затем они же утверждали, что повышать ставки будут всего трижды за год. А после этого доказывали, что повышения больше половины процента не будет. А теперь они говорят, что повышения на еще 0,75% тоже не будет. Даже если этого повышения не будет, рынки все равно уже в больших-больших проблемах. Хватит слушать свои центральные банки. Их работа говорить только позитивные вещи, даже если это ложь. Почему? Потому что если они скажут что-либо негативное, это приведет к большим потрясениям на рынке. Но кроме ФРС США и беспокоенности инвесторов есть кое-что еще. На движение рынков также влияют фундаментальные факторы, такие как силы экономики и то, как много зарабатывают компании в чистом доходе. А теперь посмотри на это. Акции компаний, которые значительно влияют на экономический рост, также рухнули в четверг. Например, Катапиллор упал на 3%, Джипи Морган Шейс на 2,5%, Хоум Депо упал на 5%. Соучредитель Карли Групп Дэвид Рубинштейн заявил, что инвесторам необходимо вернуться к реальности, включая войну на Украине и рекордную повсеместную инфляцию. Да, это правда. Мы действительно в рецессии прямо сейчас. Об этом нам рассказал также отчет про ВВП США. Оказывается, ВВП США внезапно упал на 1,4% в первой четверти этого года. Но кого интересуют эти цифры? Люди по всему миру уже ощущают это. Не могут позволить себе аренду, не могут позволить себе еду, не могут позволить себе топливо. Для этих людей ситуация уже чувствуется как рецессия. И даже если бы ВВП вырос на 1% при рекордной инфляции 8,5%, в действительности экономика деградирует и сокращается. Это я говорю про Соединенные Штаты, но и для других стран, включая Россию, где ожидается инфляция приблизительно в 20%, это тоже применимо. Фактически это уже стокфляция, когда падающая экономика сопровождается также и значительным ростом цен рекордной инфляции. Как мы знаем, годовая инфляция в США превысила 8,5% впервые за 40 лет. Так что очевидно, нас ожидает стокфляционный крах рынков впереди. Приблизительно такой же, который случился и в 1970-х годах прошлого столетия. Вчера мы говорили о том, что производительность труда в США сократилась на 7,5%. При этом стоимость рабочей силы подскочила на 11,6%. Сегодня я хочу добавить еще кое-что интересное. А именно то, что рекордное количество людей, а именно 4,5 миллиона, уволились в марте 2022 года. Это уже называют великой отставкой в США. Работники ищут лучшие условия и зарплаты, а работодатели открыли 11,5 миллионов вакансий. Интересно, что несмотря на такое количество вакансий, множество людей не получают работы, так как работодатели ищут конкретных специалистов с целым рядом условий. Итак, вся эта экономическая чепуха звучит скучно, но что она значит для меня в плане сохранения того, что уже есть и поиска хорошей точки для входа на рынке? Во-первых, мы уже в медвежьем рынке в плане индексов, акций, криптовалюты и так далее. Большинство позиций рухнули на 50%. Многие люди думают, что ФРС США максимум повысит таки на еще 75 базисных пунктов свою ставку, достигнув в итоге 2% и на этом все закончится. Как бы не так, это полная чушь. Ведь в 2018 году им пришлось повысить ставки до 2,25%. Но тогда не было такой рекордной инфляции. А если они хотят с ней сейчас бороться, им придется повышать ставки. Обычно ставка должна хотя бы равняться инфляции. При инфляции 8,5% и ставка должна быть 8,5%. Конечно, навряд ли они осмелятся зашкалить ее так сильно. Думаю, процентов до 4 должны. Угадай, к чему это приведет? К срабатыванию множества маржин-коллов на рынках. Это также спровоцирует крах рынка жилья. Рост процентов на ипотеку. Множество людей почувствует значительное обеднение. У них не будет денег для инвестиций. Стоимость кредитов будет зашкаливать. Хотя, как известно, экономика сейчас очень сильно от них зависит. Что буду делать лично я? И это ни в коем случае не финансовый совет. Я ожидаю падения с НП500 как минимум на 20, а лучше 30%. Понятное дело и биткоин посыпется вслед за ним. И только после этого начну частями заходить на рынки. Не забываем про стратегию долларового усреднения. Если у тебя есть 10 тысяч долларов, покупаешь не сразу на все, а частями. В конце каждого месяца на фиксированную сумму, например. Конечно, невозможно предугадать, где будет дно. Поэтому такая стратегия на длинной дистанции себя точно оправдает. Как уже оправдывала не раз до этого. По крайней мере, мы точно не купим на пике, что уже радует. Что касается криптовалюты, я жду, когда биткоин упадет ниже 30 тысяч. Потому что в мае 2021 он тоже падал ниже 30 тысяч. Только на этот раз экономические условия у нас намного, намного хуже. Так что я терпеливо жду биткоин ниже 30 и даже ниже 25 тысяч долларов. И там буду неистово его покупать. Итак, несмотря на то, что на рынке очень много страха и паники, если ты приготовишься сейчас, накопишь запас еды, избавишься от долгов, накопишь финансовую подушку безопасности, у тебя все будет хорошо. После этого тебе нужно всего лишь найти способ диверсифицировать свои источники дохода. Торговля криптовалютой, можешь открыть свой ютуб канал, продавать какую-то свою продукцию и так далее. Накапливай кэш и затем на больших просадках частично покупай. И все будет просто отлично на длинной дистанции. На этом все, меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это очень мотивирует меня на создание нового контента, а каналу помогает расти. Также подписывайся на канал, делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого.